Довольно интересным феноменом является уже одно то, как ММО-выживач-про-зомби от якутской студии без опыта оказался самой ожидаемой игрой в Steam. А ведь многие заподозрили неладные уже на этапе роликов, которых нам показывали не пойми что, пускай это и было красиво, не пойми что. В итоге, безо всяких бета-тестов, игру выкатили в ранний доступ за полную стоимость, после чего общественность обомлела. Вместо проработанного сетевого выживача, перед ней оказался собранный из готовых ассетов экстракшн-шутер, крайне низкого качества. Пустые улицы, скучная прокачка и весьма унылый геймплей быстро дали понять, что вместо увлекательной игры перед нами какой-то недоделанный обрубок. В итоге студия почти тотчас закрылась, рейтинг продукта обвалился до рекордных отметок, а Фантастик обвинили в мошенничестве. Даже несмотря на то, что спустя некоторое время она пообещала возвращать деньги по первому требованию. Одним словом, грустная, но довольно поучительная история о том, что устраивать такой хайп вокруг еще не вышедшей игры с непонятной концепцией, кажется, впредь не следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!